Подойдет гениальный базилик, и мята, и петрушка, и петрушка, и зеленый лук, можно использовать кинзу, которая тоже очень... Ладно, я понял, почему это зафорсилось в Твиттере, ну, кстати, у него почти лям подписчиков, типа, в этом реально есть свой прикол, снимать, типа, профессиональную кулинарное шоу, где у тебя костер горит на мясе. Вот и главное, чтобы было ароматно, чтобы было сочно. Взять небольшое количество помидоров и сделать из них вот такую вот быструю постель для нашего цыпленка. Вообще любые овощи подойдут, помидоры, перцы, можно очень тонко... Блядь! Чистилкой для овощей нарезать цукини, и тоже получится такой карпаччо из цукини. И теперь, ребята, часть зелени на помидоры, конечно же, немножко соли и масла. Снимаем с огня. С огня, о да! Вот это вот краса... Черт, он даже продолжает гореть. Вообще, гениально... Да, бля, Поднебесный, мне кажется бы, я не знаю, что бы Поднебесный сделал, если бы увидел, что кто-то... У кого-то было столько настоящей еды, а он ее просто сжег. О, и вот этот салат просто замість крилець вот так. Хоть что-то воно может приготовить, посмотрите, помидоры, гениальный базилик, сель, перец, оливковое лье. И все, и поїжте, будет смачно, не їжте горели крила. Снимаем с огня. Ой-ой-ой, ну все. Ох! Ох, ну все. Вот эту вот красоту. Воно прям горит, воно, и воно уже снялась в огне, а вот... Ой-ой-ой, ну воно все черное. Це небезпечно навіть їсти, це не можна. Наше воно... Чого воно не видала цей випуск? Це так дивно. Ну, воно згорело, воно в тебе згорело. Ну, не показуй це людям. Вообще, гениально совершенно, мне кажется, работает здесь бекон, потому что он не только нам помогает пропитать копченостью крилышки, но еще и он оберегает от чрезмерного жара, защищая... Ви чули? Воно просто використовало дорогий бекон, як талисман. Бо він просто оберегає від жара. Воно зараз його зними і викине, а він коштує дорожче, ніж крильця. О! Ну, раціональне використання продуктів. Лайк! І воно сире. Вони сирі, я гарантую вам. Любые овощи подойдут. Постель охлаждающую, так сказать. Можно очень тонко. Я когда в первый раз увидела, мне было плохо. Там уже постель для пепла, для криватори. Это дело. Просто мы все-таки дальше давай. Можно еще раз? Вообще, любые овощи подойдут. Помидоры, перцы. Помидоры, перцы. Это как, она, знаешь, она девочка из мема, на фоне которой дом горит. Да-да-да. Чистилкой для овощей нарезать цукини, и тоже получится такой карпач. Да можно чего угодно успеть сделать в это время. Пойти помыться там, сходить. Чего пожариться шашлык? Зачем за ним сходить? Юль, нам пису приготовим. Цукини. И теперь, ребята, часть зелени на помидоры. Конечно же, немножко соли и масла. Снимаем с огня. Слушай, вообще, ты посмотри на уверенных шашлык. Ты что с таким спокойным видом? Я тебе говорю, что жили. Ты знаешь, там типа, ой, горит-то. Нет. Вот мы, когда жарим шашлык, у нас маленькое такое пламечко появляется. Все уже бегут в воду, в воду. Тут у Юли. Просто фаер-шоп. Смотри, смотри, смотри. О-о-о-о-о. Вот эту вот красоту. Смотри, смотри, смотри. Вообще, гениально совершенно, мне кажется, работает. Гениально. Вообще, да, гениально, что вся шкура осталась сырой. Она с ним. Гениально. Потому что... Ребята, часть зелени на помидоры, конечно же. Немножко соли и масла. Снимаем с огня. Под Оливер. Вая. 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 Вот эту вот красоту. Кто там нам делает эти, блядь? Ай, блядь. Короче, надо сделать Кто умеет делать Сделайте, пожалуйста, в Телеграм Эти стикеры Короче, ебало Юли Вот эту вот хуйню И фразу Снимает Это надо еще раз услышать Вообще, гениально совершенно, мне кажется Работает здесь Бекон Потому что он не только нам помогает пропитать Копченостью крылышки, но еще и Господи, вот это посередине Мне кажется, чуть еще надо доготовить Я думаю, что она не готова Ребята, вот эта вот херня посередине И вот это вот сзади тоже Они стараются не снимать Нет, только не защитил В смысле, она сказала, защитил крылья Вот красоту Вообще, гениально совершенно, мне кажется Работает здесь Бекон Потому что он не только нам помогает пропитать Копченостью крылышки Но еще и он оберегает От чрезмерного жара Я ебал, блядь Кто там угадал, что она скажет, что Бекон защитил крылья Нет, 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 нет Так, стоп Овощи подойдут Помидоры, перцы Очень тонко Чистилкой Просто Оно просто Насквозь Я никогда Такого не видел Я никогда Такого не видел Оно просто Оно просто горит Насквозь Еще сантиметров На двадцать вверх Очень тонко Чистилкой Для овощей нарезать И она Да, очень тонко Все нарезаем Чистилкой овощей Сейчас все нарежем Главное, чтобы кинзой и хорошо всё пахло. Ой, такая милота. Давайте ещё собачку покажем. А дедушка скоро придёт на жашлык через час. Цукини тоже получится такой, карпаччо из цукини. И теперь, ребята, часть зелени на помидоры, конечно же, немножко соли и масла. Снимаем с огня. Ебать! Она... Посмотрите на её реакцию. Снимаем с огня. Она такая, типа, снимаем с огня, и краем глаза видишь, что там полыхает. Снимаем с огня. Ох! Ебать! Там всё, там решётка даже горит. Вот эту вот красоту. И серьёзно, она называет это красотой. Вообще, гениально совершенно мне... Это просто гениально. Ножка соли и масла. Ебать, просто на похуй. Снимаем. Просто на... Там, ебать... Там какое-то, блядь, адское пекло, нахуй, разверзлось вообще, блядь, она такая... Ебать! С огня! вот это вот красота сама курица вообще гениально совершенно мне кажется гениально блядь работой здесь бекон потому что он не только нам потому что он сгорел нахуй помогает пропитать копченостью крылышки но еще это блядь что за хуйня а ну да у нее тут написано 18 плюс потому что это порно